Новости Дагестана Массовая свадьба, которая войдет в историю. Дербент хочет попасть в книгу рекордов Гиннеса. Самый крупный телевизионный проект на Северном Кавказе. Ток-шоу «Супершеф в Дети» презентовали на форуме «Каспи-2019». Быть тонировки или не быть у автомобилистов разные мнения на счет. Зато у столичных инспекторов ДПС есть четкие критерии, как можно и насколько разрешено тонировать стекла. Все подробности рейда ГИБДД в материале Камиля Девятова. Вот так вот тонированный внедорожник, попавшийся на глаза сотрудникам ДПС, лишился своей защитной пленки. В период времени с 21 сентября по 30 сентября 2019 года в Республике Дагестан проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Тонировка». В рамках данного мероприятия на центральных улицах города Махачкалы с привлечением сотрудников отдельной специализированной роты проводятся массовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортным средством с нанесенными пленочными покрытиями. После проверки документов следует процедура, измеряющая светопропускаемость стекол. Сквозь лобовое и передние боковые стекла автомобиля в салон должно проникать минимум 70% солнечных лучей. Если инспектор выявит нарушение, то водителя ждет штраф 500 рублей. Тонированные окна и посаженные авто. Такого вы больше не увидите в столице Дагестана. На дорогах Махачкалы за последний год тонированных авто в разы стало меньше, утверждают сотрудники ДПС. Камиль Девятов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. У дагестанского ФОМС новый руководитель, директором территориального фонда обязательного медицинского страхования стал Ильяс Мамаев. Он возглавлял республиканский Минздрав в течение 16 лет, а в последние годы работал на различных должностях в системе органов республиканской власти. Карантинный сорняк ликвидирован в Дагестане сотрудниками Россельхознадзора республики были уничтожены порядка 300 гектаров горчака ползучего. Опасное растение распространяется на землях сельхозназначения, поражая виноград, зерновые и другие культуры. Для своевременного выявления и ликвидации очагов горчака необходимо проводить систематические обследования. Но многие садоводы этим пренебрегают. В рамках контроля надзорных мероприятий с инспекторами управления Россельхознадзора по республике Дагестан принимаются меры административного наказания в отношении владельцев земель, на территории которых имеются зарегистрированные очаги коррективных организмов, и при этом не принимаются мероприятия с целью их ликвидации. Отметим, в Дагестане остается немало земель сельхозназначения, охваченных злостным сорняком. Так зафиксированы случаи их выявления в более чем 22 районах республики общей площадью около 5000 гектаров. Далее короткий обзор новостей моей коллеги Карины Баталовой, а затем продолжим, не переключайтесь. Дагестанский журналист Алик Абдулгамидов стал победителем в конкурсе фестиваля прессы «Вся Россия». Он завершился накануне в Сочи. Всего участвовало более 1200 журналистов со всей страны. По итогам конкурса в компетенции «Лучшая авторская публикация» победил Алик Абдулгамидов. В своей работе он поднял проблемы инвестирования в регион. В рамках церемонии награждения дагестанец был удостоен диплома, а также статуэтки Союза журналистов России. Бесплатный показ симфонического концерта для детей «Спящая красавица» пройдет в это воскресенье в Махачкале. Руководство русского драмтеатра имени Горького решило сделать вход свободному в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Зрители смогут послушать и посмотреть балет на большом экране с хорошей акустикой в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии. В России создадут аналог Википедии. В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1 миллиард 700 миллионов рублей на это дело. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия». Напомним, Википедия – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия с свободным контентом, пользующаяся популярностью во всем мире. Самый крупный телевизионный кулинарный проект на Северном Кавказе накануне официально презентовали на площадке форума «Каспий-2019». Юные участники шоу «Супершеф-дети» телеканала ННТ под руководством известного повара Гоги Базандарашвили готовили вкусные блюда и угощали всех желающих. Но это еще не все. Уже сегодня участники форума «Каспий» смогут также посоревноваться в кулинарной битве. Здесь, на площадке проекта «Супершеф-дети» пройдет кулинарная битва между уже участниками форума «2019». Победитель получит ценные призы от торгового дома «Киргу», а самое главное – получит приглашение 9 октября принять участие в масштабном кулинарном фестивале «Гард». Напомним, «Супершеф-дети» – это проект телеканала ННТ, учредителем которой является торговый дом «Киргу». В течение всего сезона 24 юных участника кулинарного шоу будут бороться за право первенства. Посмотреть первый выпуск можно уже сегодня на нашем телеканале, а в Дербенте тем временем мы готовимся покорить книгу рекордов Гиннеса. Самая многонациональная свадьба, которая войдет в историю, состоится в древнем городе уже в это воскресенье. Сейчас идут последние приготовления. На стадионе установлена сцена, площадку празднично украшают. На генеральной репетиции присутствовал и глава города Хизри Абакаров. Напомню, что в массовой дагестанской свадьбе примут участие пары практически всех национальностей Дагестана и около 10 тысяч гостей. Мероприятие призвано прославить древний город Дербент, войдя в книгу рекордов как самая многонациональная и большая свадебная церемония. Бег на разные дистанции, метание гири и перетягивание каната. Завтра в Каспийске пройдут ежегодные Кавказские игры среди юношей на призы олимпийского чемпиона по боксу Гайдербека Гайдербекова. Шестые по счету соревнования по народным видам спорта пройдут на площадке новой 12-й школы. Ожидается, что участие в спартакиаде примут около 200 ребят из разных школ и СУЗов республики. Самых сильных и ловких будут определять в семи видах спорта. Кульминацией станет турнир по перетягиванию каната, где спортсменам предстоит проявить командный дух. Начало игр намечено на 14 часов. Это все новости к этому часу. С вами была Мадина Мустафаева. Спасибо за внимание и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова